МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают работу в эфире в студии Евгения Даровская. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. Дорогое бездорожье. Сколько стоит отремонтировать сельские дороги? На что надеются жители деревень? Уже не молодая очередники программы на получение жилья сегодня вышли на пикет в Барнауле. Битва трансформеров, как экскаваторы играют в боулинг. Майский снег сегодня выпал в Барнауле, Бийске, Рубцовске и нескольких районах края. Но самая холодная ночь еще впереди. Лето придет на Алтай лишь на следующей неделе. Но до конца этой, обещают местные синоптики, жителям предстоит пережить шторм, который принесет сильный ветер и мокрый дождь со снегом. Взрывной циклон, сообщили в Алтайском гидромедцентре, обрушится на регион после обеда в пятницу и продлится до конца субботы. В эти два дня скорость ветра будет достигать 15-20, а местами 27 метров в секунду. В ночные и утренние часы ожидается минусовая температура, из-за чего дождь будет переходить в снег. Синоптики даже пообещали, что ненадолго установится снежный покров. По их мнению, такую погоду смело можно назвать аномальной. Температура в мае ниже нормы уже на 2-5 градусов. Но на следующей неделе обнадеживая гидромедцентр в крае установится по-настоящему летняя погода. Днем будет до плюс 18-23. В целом лето обещают умеренно дождливым и теплым. Примерно 20 июня в край придет жара, днем будет до плюс 30 и выше. Довольно знойным предсказывают и июль. Жара время от времени будет перемежаться грозами и сильным ветром. Почти 500 миллионов рублей на Алтае потратят на капитальный ремонт и ремонт автодорог общего пользования местного значения в этом году. В переводе это 120 полностью обновленных улиц на территории всего региона. Так гласит официальная информация. Этой новости особенно рады в деревнях края. Регулярно к нам в редакцию поступают жалобы на состояние внутри поселковых дорог. Люди возмущаются, что проезжую часть в их населенных пунктах и дорог это назвать сложно. В этом убедилась и Анастасия Дараган. Каких-то 20 минут и от дома Натальи остался один кирпич. Рассказывает, пожар начался в бане, в момент огонь перешел на квартиру. Пока соседи тушили пламя снегом, пожарные разводили руками. Их машина застряла в грязевой дороге. Ее толкали все мужики, парни, молодежь. Но ее затолкать сильно-то не могли. Она вот сюда дошла, а что, шланги в них там не идут? Да ничего у меня не осталось. Все сгорело. Что было на мне там, куфайка дать, тапочки. Этот участок улицы в поселке Пруцкой самый проблемный. Дорога на возвышенности и плотина в низине грунтовые. Их размывают дожди, снега, весной и осенью здесь не проехать. За последние 20 лет, говорят жители, эту дорогу ни разу не ремонтировали. Проход возможен только либо по правому, либо по левому краю. Потому что середина вообще, она утопает просто в этой грязи. И были случаи, что дети, ну, скатывались. Был у нас такой вот, у меня дочка чуть не утонула. Вынуждены сами, своими силами ее ремонтировать. Рассыпали камаз щебенки. На это два раза камаз вызывали. За мою бытность, я всего четвертый месяц работаю, ремонтировалась там плотина, но имеются повреждения. И мы это исправим вместе с той дорогой, которую будем делать до плотины. Отградируем и подсыпем. Вопрос дорожный главным образом упирается в денежный. Например, в Кулунтинском районе уже приступили к ремонту, но пока обновляют трассы. В деревне дорожники зайдут, если в бюджете муниципалитета найдутся средства. Дорого. Квадратный метр 500 рублей, километр 2,5 миллиона. Вот только дорожный фонд районов на год немногим больше, чем стоимость капитально отремонтированного километра дороги. Так, в Михайловском районе это всего 5 миллионов рублей на 11 деревень, а в Салтонском 3 на 20 поселков. Поэтому экономят, обходясь ямочным ремонтом или поверхностной обработкой смолой. Краевой поддержки недостаточно. Краевой дорожный фонд сформирован в объеме примерно 7 миллиардов годовой. Вот это из 700 миллионов идет муниципальные дорожные фонды. Потому что все дороги, например, до села, например, дорога, это краевая дорога. Муниципальные дороги, это внутри поселения. Соответственно, у края и протяженность больше, и нагрузка этой трасс больше. Поэтому такие истории можно собирать чуть ли не в каждом районе края. Дорожный вопрос остров встает сезонно, с весны. Дорога, которая ремонтировалась. Колея. Это даже не колея. Это тут яма. Яма. Ну, как в Славгород и заезжаешь. Все жалуются. Такие ямы, что невозможно проехать. Едем потихонечку. То бамперами цепляемся, то ремонтируем. В селе Шабалинобийского района дорогу обычно объезжают. Прямо по центру улицы ямы, лужи. Там, где должна быть дорога, теперь пасутся телята. А на соседней улице такие искусственные водоемы заняли гуси. Чтобы не разбивать машины, водители просто оставляют их вдоль трассы. На год же закладывается бюджет на очистку зимних дорог. Это закладывается какой-то там бюджет. И мы голосуем за это. Но на вот эти дороги, на летние дороги, туда ничего не закладывается. Представители районных властей поправляют. Эти расходы закладываются. Но чаще всего денег на лето остается немного. Тем не менее, после нынешней малоснежной зимы на ремонт дорог средств останется чуть больше, чем обычно. А вот на следующий сезон главы поселений будут вновь думать, за какие средства засыпать ямы, которых куда больше, чем денег на их ремонт. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости. Газпром отказал Александру Карлину в помощи в строительстве социального объекта в крае. Об этом сообщили сегодня корреспонденты Политсибру. На заседании регионального правительства, которое прошло в Барнауле накануне, губернатор заявил, что наш регион имеет большую задолженность за уголь, электроэнергию и газ. Из-за долгов крупная энергетическая корпорация страны отказалась оказывать помощь краю в строительстве социального объекта. Что это за объект, глава региона не уточнил, но пояснил, что жесткий ответ из «Газпрома» он получил в ответ на свое обращение. В ответе была приведена цифра долго запоставленных газ. Отметим, по данным на 1 апреля, задолженность перед энергопоставщиками превысила 2 миллиарда рублей. Больше половины этой суммы долги населения. Молодые семьи Барнаула сегодня вышли на пикет после многолетнего ожидания жилья в очереди. 25 человек представляли интересы 6,5 тысяч семей, которые несколько лет не могут получить сертификаты. Рассказывает Ирина Корчагина. Зять Елены Бакановой работает на четырех работах. Золотой муж и отец, говорит женщина, содержит семью, где растут трое сыновей. Вот только за годы семейной жизни не получается решить жилищный вопрос. Несколько лет семья рассчитывает на сертификат по программе «Молодая семья». Дочь прописана вот у нас, там жить невозможно, на 45 квадратов со мной проживает простарелый отец, ну муж мой и их семья, и поэтому 9 человек, это практически сколько там получается людей, это невозможно жить. Сумма, на которой выдается сертификат, вполне приличная для частичного погашения ипотеки. От 800 тысяч рублей до 1 миллиона 300 тысяч рублей. Еще 10 лет назад молодым семьям в краевой столице выделялось порядка 800 сертификатов в год. Наступил кризис, и финансирование снизилось. Администрации города Барнаула ежегодно на реализацию программы выделяется 38 миллионов рублей. В этом году финансирование программы не сокращено. Но планируется выдать не менее 26 сертификатов. Программа «Молодая семья» датируется из бюджетов всех уровней. Но, как заявляли участники акции протеста, местные власти не всегда ответственно подходят к реализации программы. Например, в 2017 году средства из федерального бюджета Барнаулу выделены не были. Потому что вовремя не оформили заявку, говорят пикетчики. В 2017 году средства из федерального бюджета выделены, к сожалению, на город Барнаулу не были. Мы таким образом потеряли долю финансирования и лишились в среднем. От 10 до 20 семей не получили сертификаты. Ввиду того, что просто не была подана заявка в срок. Молодые семьи подписали резолюцию в адрес главы города Сергея Дугина. Увеличить финансирование программы и выдать не менее 500 сертификатов в год. А в идеале вернуться на уровень 2012-го, когда выдавали 940 сертификатов. Об этом просили 25 представителей молодых семей, которых в очереди 24 тысячи. Ну, если сидеть дома на диване, то, конечно, ничто не изменится. Да, Настя? Ирина Корчагина, Алексей Фризин. Наши новости. Открыли новые горизонты. Старшеклассники Новоберезовской школы теперь знают, чем заняться в свободное от учебы время и как провести свой досуг в кругу друзей и соратников. Подростки Первомайского района побывали в Бийском клубе «Поинт», который объединяет людей разных возрастов и увлечений. Уже сейчас сельская молодежь что-то подобное планирует создать у себя дома. Горизонтальная связь между двумя муниципалитетами Бийском и Новоберезовкой возникла благодаря депутату Государственной Думы Александру Прокопьеву. Подробности в нашем сюжете. Это настоящий город Бийск. Этот день для школьников из Новоберезовки был очень насыщенным, познавательным и увлекательным. В начале экскурсия по исторической части Наукограда, а после развлечения и досуг. Сельскую молодежь познакомили с Бийским клубом «Поинт». Он совершенно не похож на привычный клуб или дом культуры. Здесь собираются люди разных возрастов и увлечений. Посмотреть, как организован досуг именно в городе, старшеклассникам во время своего визита в Первомайский район предложил депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Эта встреча состоялась в связи с тем, что с ребятами непосредственно в Новоберезовске мы пообщались. Ребята замечательные. Я им, собственно говоря, предложил вот такую идею, чтобы поехать в город Бийск, в этот клуб, для того, чтобы, наверное, расширить свой кругозор. И эта встреча состоялась, и это получилось не просто, наверное, общение и коммуникация, которая, безусловно, нашей молодежи нужна, но еще состоялся некий обмен опытом. В небольшом помещении клуба несколько комнат. Есть приставки, множество настольных игр, активно развивается варгейминг. Имеется даже небольшой зал для просмотра фильмов. Посетители досугового центра сами для себя выбирают занятия по душе. Делают, в общем, то, что им интересно. Никто не придумывает для них каких-то планов и задач. Возможно, именно поэтому такие места востребованы молодежью. Пойнт. Мне очень понравились эти игры, то есть как мы играли. Там в комнате лекция, которую нам провели, очень понравилась. Впечатлений много, нового узнала очень много. То есть очень нравится. Открыть в селе такой клуб возможно. В том же Доме культуры наверняка найдутся свободные квадратные метры, где молодежь сможет организовать свой досуг. Фонд социального содействия Александра Прокопьева сегодня подарил старшеклассникам развивающие интеллектуальные игры. Так что начало уже положено. Спасибо большое. Спасибо. Мы вас благодарим за такую экскурсию, за такие новые мысли. Развивать в своем родном селе новые интересные проекты школьники готовы. Главное у них есть желание. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий, Николай Шилко. Наши новости. Большие, сильные, но грациозные. В Барнауле сегодня состоялась битва экскаваторов. Ее организовали в рамках выставки «Алтайстрой». Илья Кочетков убедился, под умелым управлением даже большие машины способны на тонкую работу. Ему слово. Внезапный майский снег и холод не стали преградой. Посмотреть на битву трансформеров, как ее прозвали в толпе зрителей, пришло несколько десятков человек. Посмотреть и правда было на что. Три огромных экскаватора не рыли канавы или ямы, а играли. Например, в своеобразный боулинг. Точно рассчитав силу и направление удара, нужно отправить мяч к импровизированным кеглям. По словам организаторов, такие состязания – это и шоу, которое привлекает зрителей, и способ показать возможности новейшей техники. Что касается участников, опытных экскаваторщиков из Барнаула и Новосибирска, мы спросили, приходится ли им в работе делать что-то подобное. Есть работа разная на экскаваторе. Где-то с людьми работаешь, где-то там подать трубу надо, стропу зацепить надо. То есть такие моменты, правда, есть. Моменты именно тонкой работы. А сам конкурс, я как-то к нему весело отношусь. Так, развлекуха. Восемь испытаний и на координацию движений, и на время и аккуратность, и даже на творческий подход. По итогам состязания победителем стал участник из Барнаула. Каждый получил денежные призы и подарки от спонсоров. Как нам рассказали организаторы, уже завтра проявить себя и претендовать на призы смогут не только профи, но и все желающие. Зрители ждет конкурс «Строительные забавы». Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости. Известный музыкант Евгений Маргулис будет играть на барнаульской гитаре. Этот подарок он получил из рук коллекционера Максима Каратайского, который собрал одну из самых больших в крае экспозиции старинных электрогитар. Сейчас выставка работает в музее «Город». Там и встретились любители этого инструмента. Я нажабил-то сколько всего. Как приятно ходить в музей. Гитара, которую сейчас в руках держит Маргулис, и есть тот самый подарок. Это своеобразный раритет. Ведь ему уже 45 лет выпускала такие инструменты болгарская фирма «Орфей». Помимо самой гитары, владелец вручил Евгению еще и струны. Тоже винтаж 1988 года изготовления. В свою очередь, блюзмен обещал подарить Максиму гитару из своей коллекции. Договорились созвониться. Поделился Евгений воспоминаниями и про свою первую электрогитару. Она у меня была, появилась. Я выменял бабушкин телевизор на нее. Да. «Рассвет 306» по-моему назывался. Я отдал какому-то негодяю своему приятелю телевизор, а он мне за это отгрузил гитару. Что сказала бабушка? Бабушке было пофигу абсолютно. Видимо, лишь бы внучок занимался любимым делом. Эта выставка еще примечательна и тем, что на каждом экспонате можно поиграть. Правда, сам московский гость отказался пощипать струны. А вот музыкант его коллектива наоборот опробовал едва ли не с десяток инструментов. Оба от увиденного и услышанного остались в полном восторге. Кирилл Политов, Николай Шилко. Наши новости. Растительное масло в спрее. Совсем скоро новый продукт появится на полках магазинов Края и всей страны. Новинку разработала компания «Дива Алтай». Масло в уникальной упаковке уже подтвердило марку «Алтари». Презентация продукта вызвала интересы у кулинаров и у представителей бизнеса. Такого на прилавках еще не было. Этот красивый баллон точно украсит любую кухню. Разработали инновационный продукт алтайские специалисты после обучения в бизнес-школе Сколково. В течение трех месяцев мы все-таки утвердили тот вид, который вы видите сегодня. И я хочу сказать, что даже на европейском рынке, буквально неделю назад я была в Европе, подобных спреев на сегодняшний день нет. Поэтому мы имеем гордость сегодня сказать, что мы номер один не только в стране, но мы выходим и на мировой рынок, на рынок мировых компаний с своим продуктом. Упаковка не только эстетика. Компоненты привозили из Германии, Чехии и других стран Европы. И не зря. Чтобы собрать один баллон, нужно три минуты, в несколько раз больше, чем заполнить обычную бутылку маслом. Работа кропотливая, но того стоит. Специальный вакуумный пакет из четырех слоев позволяет сохранять продукт свежим до последней капли. Когда открываем бутылку ПЭД, привычно для нас находящуюся на полке, уже на вторые сутки начинается процесс окисления. Масло вновь и вновь претерпевает контакт с воздухом. В связи с этим оно окисляет данный продукт. В течение всего срока годности способен сохраниться в свежем виде, несмотря на то, когда мы его открыли. Хранить в холодильнике такое масло не нужно. Баллон выдерживает температуру до плюс 50. Его можно взять с собой на пикник, и продукт всегда будет оставаться свежим. Мастера кулинарного искусства уже оценили и отметили, что давно ждали такую новинку. Нет излишков масла, красиво и, самое главное, полезно. Уникально. На самом деле его приятно держать и приятно пользоваться. Одним нажатием практически весь салат у нас заправлен. Скоро компания планирует расширить линейку и выпустить в баллонах оливковое и льняное масло. А пока популярность набирает подсолнечное. На выставке в Москве новым алтайским продуктом заинтересовались коллеги из Казахстана. Первая же партия разошлась, как горячие пирожки. Евгения Даровская, Андрей Печоркин. Наши новости. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды в Заринске, Змейногорске и Рубцовске до плюс 11. В Камнино-Абик, Уландии и Славгороде до 12 тепла. В Барнауле в пятницу возможен дождь. Температура ночью плюс 1,3. Днем до 12 градусов выше 0. Все новости к этому часу. Хорошего вам настроения и до встречи в эфире. Иван Усатюк на фронте 41-го года. В 44-м прямой наводкой уничтожил несколько огневых точек врага. Когда противник атаковал батарею с тыла, в упор к артечью расстреливал атакующих, а затем участвовал в рукопашной схватке. В итоге уничтожил больше 70 врагов. За это ему было присвоено звание Героя Советского Союза.